Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский Ляо Ян, 28 мая Солнце садится, стих ветер, стихает шум от всевозможных работ. Покой и тишина сменяют усталый, жаркий и пыльный день. В прозрачных сумерках уже трубят гарнисты, собирая солдат на вечернюю молитву. У главной квартиры играют Коль Славин. Весь этот большой военный монастырь Ляо Яна собирается на покой. Пустеют улицы, и только быстро проносятся по ним огоньки маленьких колясочек. Это военные едут в сад отдохнуть и подышать другим воздухом. Только в канцеляриях и на вокзале все та же без перерыва жизнь. Точно сердятся и нервничают паровозы на то, что там кто-то хочет отдыхать, и резко и нервно, как будто над ухом, свистят непрерывно. Чья очередь отдыхать? Отдыхают. В одиночку читают, перебирают вещи, а то собираются несколько человек. Играют в карты, разговаривают, пьют плохое вино, а иногда и поют. Но песня обрывается. Не до нее. Молодежь в городском саду в башне. Этот сад был когда-то китайским монастырем. Из-за ограды видны его постройки, городская стена уже без зубцов. Эти зубцы сбросили в девятисотом году. А теперь проломали в нескольких местах эту стену, как и другие стены в Китае. И выражение «китайская стена» уже становится анахронизмом. Мы – свидетели начала этой ломки, конец которой увидеть не нам. Понемногу устроилась наша вагонная кампания. Часть разъехалась, часть отошла от нас. Мы, оставшиеся, кое-как устроились, частью в вагонах, частью в домах. Устроили свою собственную столовую и собираемся там на обед и ужин в час дня и в восемь вечера. Сергей Иванович уже окрестил наше собрание кают-компания. Длинная узкая комната, выбеленная звездкой, с деревянными, без скатерти и столами. Повар – меланхоличный тихий китаец, молодой, всегда настороженный, всегда сжатый от страха оскорбления. Он уже друг Сергея Ивановича. Его зовут Василий. Я его спрашиваю, говорит Сергей Иванович, ну, Василий, а меня как, по-китайски называть надо? А тебя, говорит, как по-русски зовут? Сергей. Думает. Ну, по-китайски. Сережа. Я спрашиваю его. Ну, а будешь нас, русских, резать? Подумал. Не знаю. Может быть. Прелесть. Сергей Иванович вообще от китайцев в восторге, а от китайских детей прямо-таки без ума. Дети действительно прелестные. А какие дети не прелестны? Окруженный ими, он теперь до своего назначения ходит с ними по городу, покупает им лакомства и с таким же восторгом, как и китайцы, смотрит, как они едят эти лакомства. Смотрю на улицу и вижу. Едет двуколка, на козлах лыко в шапке с красным околышем и кокарде. На заднем сиденье Сергей Иванович в серой рубахе из чесучи, какой все здесь носят, с шашкой. Шерствие торжественное, шаг за шагом. Сытый конь, очевидно, уже сообразив, с кем имеет дело, идет той ленивой пренебрежительной походкой, какой ходят лошади, когда на козлах дети за кучера. Они останавливаются, я выхожу к ним. Вот едем с визитом к начальству, вступаем в отправление своих обязанностей. А почему так торжественно, шагом? Да ведь это лафет, безрессор, шагом и то все душу воротит. Сергей Иванович перемигивается с проходящим китайцем и задумчиво говорит. Ну что ж, друг Лыко, едем дальше? Постойте, я вас сниму. Я снимаю их. А, вот и профессор. Профессор сегодня уже выезжает в передовой отряд генерала Келлера. Хочу пожить жизнью храбрых, говорит он. Сегодня ночью японцы, говорят, в наступление перешли. Значит, в самое пекло. Ну что ж. Профессор закидывает руки за голову. Он тоже в серой рубахе. Были у командующего, дорогой мой? Спрашивает его Сергей Иванович. Был и прямо в восторге. В этом человеке сила, громадная сила бьет сдержанным ключом. Я говорю ему. Я счастлив, ваше высокопревосходительство, что приехал сюда. Счастлив, что вижу вас, избранника России, лучшего из русских людей. Ну, мне некогда. Профессор торопливо жмет нам руки и бежит дальше. Спешите, спешите, дорогой наш профессор. И не завидуйте тем, у кого еще есть руки и ноги. Эту свою левую руку и правую ногу отдаю с удовольствием на благо Родины. Но на правой, повторяю, будет вывешено объявление. Сюда стрелять воспрещается. Доктор давно уже ушел. Трогаются и Лыко с Сергеем Ивановичем, который с поразительно сходной интонацией голоса профессора говорит. Прощайте же, дорогой мой. Я был так счастлив, что видел вас. Он смеется и уже издалек кричит что-то. И машет рукой. Расходится понемногу наша собравшаяся была горсточка людей. Уехали три полковника в передовые отряды. Мы провожали их. Чем больше мы знакомились, тем симпатичнее становились они. Теперь мы им машем. А Сергей Иванович говорит голосом профессора, скрывая горечь разлуки. Да-с, дорогой мой. Узнать человека значит полюбить его. Отошли от нас и гвардейские офицеры. Мы редко их видим. И лица их задумчивы и озабочены даже. Очевидно, перед тем серьезным, что ждет их в близком будущем. На отлете и высокий, и худой, добрый, и милый военный инженер-полковник, которого будем называть хотя бы Николаем Николаевичем. Вчера он получил тяжелую телеграмму. Умер его отец и оставил большую семью на его руках. Без всяких средств. У него и самого свое большое горе. И тоже никаких средств. Удар разразился неожиданно и горько расплакался Николай Николаевич. Голубчик, я ведь не от того плачу. Все умрем. Ведь нищие, а что я могу дать? Всю жизнь я, как ребенок, умирал над этим самым казенным добром. И слезы градом льются по его маленькому лицу. И добрые, как улани, глаза смотрят на меня и плачут. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.